Люберецкая организованная преступная группировка История создания Валерий Карышев, адвокат по уголовным делам и автор книги «Люберецкие качалки», Рэкет, Крыша утверждает, что представители молодежного движения Люберов стояли у истоков ОПК, хотя, по другим сведениям, ни Рэкет, ни сопутствующие ему банды к движению Люберов не имеют никакого отношения, они зародились позже, Когда самого движения уже не было Одним из первых лидеров ОПК был Сергей Зайцев по кличке Заяц, Люберецкий культурист, чей портреты поныне висит в спортивном клубе «Титан», популярном среди Люберов Как утверждал в конце 1990-х годов писатель Сергей Дышев книги «Россия бандитская», первые лидеры ОПК вышли из команды культуристов в 1991 году В лучшие времена у Люберецких было 150 активных штыков, которые могли по необходимости собрать еще раз в пять больше молодых качков Но после нескольких операций, проведенных органами внутренних дел, аресты и суда над наиболее влиятельными членами ОПК, Люберы уже не представляют собой столь внушительной силы Отсидели свой срок Равиль Мухомедшин, Муха, Вадим Воронин, Ворона, за вымогательство, Сергей Аксенов, Аксий, за покушение на убийство Сергея Зубрицкий, Зубр Ныне Люберецкая ОПК – это около дюжины мелких бригад Некоторые уходят под крыло в другие группировки – Измайловскую, Балашихинскую, с которыми налажены традиционно тесные связи В 1990 году газета «Коммерсант» утверждала Люберецкая команда, разгромленная милицией как система, лишилась былой славы Две оставшиеся группы делят с чеченцами Рижский рынок и еще одну не слишком почетную отрасль Рэкет-проституток Большинство бригад, по словам организованных преступников, считают позорным собирать деньги с б.д. Остатки других групп кочуют из команды в команду В 1992 году представители Люберецкой и Долгопрудненской ОПК, одних из сильнейших и авторитетных на то время в московском регионе Встретились в Сочинском оздоровительном комплексе Дагомыс на Воровскую сходку, где поделили Москву на зоны своего влияния Однако, как утверждает журналист российской газеты Тимофей Борисов, влияние это продлилось недолго И Люберецким, и Долгопрудненским пришлось вскоре потесниться из-за роста других ОПК По версии СМИ, ОПК состояло из 18 бригад общей численности до 500 человек Бандиты контролировали некоторые предприятия и коммерческие фирмы на юго-востоке Подмосковья В частности, расположенные в городах Люберцы, Лапкарина, Дзержинский, Бронницы Лидеры согласно данным Портала Агентства Федеральных Расследований В 1990-х годах лидерами ОПК являлись Сергей Аксенов, кличка Аксий Сергей Зубрицкий, клички Зубр, Зубок Сергей Лазарев, кличка Лазарь Вадим Воронин, клички Вадик Ворона, Равиль Мухамедшин, кличка Муха Коронован как вор в законе По данным газеты Коммерсант В начале 1990-х он принадлежал к Люберецкой ОПК Впоследствии примкнул к Казанской ОПК В сентябре 2001 года был задержан на Николаинской улице в Москве И был обдвинен в разбойных нападениях и грабежах Шишкан по данным писателя и журналиста Сергея Дышева Куратором Люберецкой ОПК являлся вор в законе Лидер Раменской ОПК Олег Шишканов Клички Олег Раменский и Шишкан Который контролирует преступное сообщество на юго-востоке Подмосковья А также в городе Долгопрудном Наместник Шишкана в Люберцах Некий Клюев был ранен в столкновении с кавказским криминалом А затем умер при невыясненных обстоятельствах в больнице в середине 1990-х На место погибшего авторитета в 1996 году был поставлен представитель солнцевской ОПК по кличке Чава Также были убиты авторитеты Яновский и Иловский В 1980-е возрасте 18 лет Олег Шишканов был осужден за убийство и отсидел 10 лет Взяв на себя вину других людей, которым грозил расстрел После освобождения в 1992 году на сходке в гостинице Измайловская Шишкана Короновали известные воры в законе Глобус и Руслан Новоявленный лидер преступного мира получил прозвище Олег Раменский Однако друзья по привычке называли его Шишканом Ему поручили контролировать коммерческие структуры в подмосковных городах Жуковском, Раменском и поселке Малаховка В декабре 1995 года Шишканов вместе с другими 16 участниками воровской сходки в столичном кафе Репортер на Гоголевском бульваре был задержан оперативниками Мура В 1997 году сотрудники милиции побывали на одной из сходок воров в законе Среди участников которых был и Шишкан По данным оперативников, Шишкан заявлял о своей поддержке футбольного клуба Сатурн из Раменского И объявлял все успехи команды, в том числе ее попадание в 1998 году в Высшую Лигу, своими заслугами В конце 1990-х Люберецкие бригады вступили в конфликт с Раменской обкой своим бывшим куратором Шишкановым В ходе которого на территории профилактория спортивного клуба Сатурн был взорван автомобиль, на котором ездил Шишкан А затем сожжен расположенный там же и особняк криминального авторитета В 1999 году сотрудники РУБОП МВД РФ провели обыск в доме Шишкана в деревне Первомайка В ходе которого были изъяты оружие и боеприпасы, а также крупные суммы денег Самого авторитета дома не оказалось, по данным оперативников, он скрывается в Испании Специализация с новой ОПК составляли бригады, дислоцированные в городах Люберецкого района, в Люберцах, Латкарина, Малаховка и Дзержинский По утверждению С. Дюжева, ОПК специализировались на торговле оружием, по данным СМИ, на разбойных нападениях Продолжение следует...